Здравствуйте, меня зовут Кирилл, я уже почти закончил университет и последние три года мое основное хобби это коллекционирование различных древних девайсов. Собираю я практически все, стараюсь выбирать устройства габаритами поменьше, потому что их можно собрать побольше, при том же объемной комнаты. И за три года коллекционирования у меня скопилась достаточно интересная подборка различных раритетов. И однажды я кинул ее взглядом и понял, что было бы неплохо рассказать о том, как современные смартфоны вообще развивались, как они появились, по какому пути шло их развитие и почему современные смартфоны, устройство без которого не может, наверное, обойтись ни один современный человек, получилось именно таким. Итак, всю историю смартфонов в принципе можно разделить на четыре этапа. Изначально где-то с начала 80-х годов прошлого века никаких смартфонов вообще не существовало. Существовали отдельно компьютеры и отдельно сотовые телефоны. И эти два вида устройств развивались как-то параллельно, не пересекались и друг на друга практически не влияли. Шло время, компьютеры становились меньше, они учились жить автономно, без подключения к электрической сети, телефоны тоже уменьшались в габаритах. И поэтому в один прекрасный момент кому-то в голову пришла замечательная идея объединить телефон и компьютер в одном устройстве. Смартфон получился в результате этого объединения далеко не сразу. Сначала получались какие-то очень странные смешения с телефоном и компьютером в разных пропорциях, и выглядело это достаточно необычно. Попозже я об этом более подробно расскажу. И примерно с 2000 года, когда уже рынок смартфонов более-менее сформировался, эти устройства начали развиваться как-то более плавно. Сформировались основные форм-факторы этих устройств, сформировался более-менее рынок смартфонов, и поэтому устройства развивались в основном в сторону увеличения производительности, обрастания различными функциями, но по-прежнему смартфон оставался достаточно сложным устройством. И поэтому смартфоны покупали в основном те, кто был технически грамотным, скажем так. Обычные пользователи предпочитали купить обычную звонилку, в которой будет, допустим, камера, несколько игрушек, доступ к мобильным интернету в лучшем случае, и все. Но с 2008 года, благодаря такой ударной дозе маркетинга со стороны компании Apple, благодаря появлению смартфона Apple iPhone, эта ситуация начала немножечко меняться, смартфоны стали более дружелюбными к пользователю, и поэтому сегодня даже трехлетние дети до того, как научатся нормально читать и писать, уже могут пользоваться смартфоном, планшетом, запускать какие-нибудь игрушки и так далее. Ну что ж, давайте поговорим об этом чуть более подробно. Итак, первый этап начинается где-то примерно в начале 80-х такой научный инструмент для вычисления, для программирования на языке Basic, и поэтому его нельзя считать прямым предком смартфонов. Но, тем не менее, он внес достаточно значительный вклад в мобильную электронику, поскольку с подачи этого устройства появились такие вещи, как электронные записные книжки и портативные игровые консоли. Прямым предком смартфонов можно считать обычные персональные компьютеры, которые в середине 80-х особой портативностью не отличались. Эта вещь называется IBM Portable PC, она была выпущена в 1984 году, и это такой классический сферический в вакууме портативный, как его тогда называли, компьютер. Весит это замечательное устройство 13,5 килограммов. Например, HP OmniGo 700LX. Это устройство было выпущено в 1996 году, и представляет оно собой самый обычный клавиатурный портативный компьютер, к которому телефон крепился каким-то очень странным образом. То есть, это устройство использовалось как док-станция для телефона. Совместное творение компаний Hewlett-Packard и Nokia. В это устройство можно было вставить телефон Nokia 2110 и ходить примерно с таким 8-сантиметровым кирпичом, носить его в сумке, и использовать телефон в основном для синхронизации контактов и для доступа в мобильный интернет. Следующее устройство, которое компания Nokia разработала самостоятельно, в предыдущих лекциях использовалось слово «коммуникатор», здесь оно тоже есть. Это Nokia 9000 коммуникатор. Телефон, в принципе, уже более компактный и более изящный, но по-прежнему телефонная часть и компьютерная часть — это абсолютно два разных устройства, которые оказались внутри одного корпуса. То есть, телефоном и компьютером можно пользоваться по отдельности, они между собой практически никак не связаны. В дальнейшем, в том же 1996 году, произошло еще одно знаменательное событие. В продажу поступил один из первых по-настоящему карманных компьютеров под названием Palm Pilot. В 1996 году была выпущена такая замечательная миниатюрная машинка. У нее был очень простой интерфейс, она была гораздо дешевле, чем Apple Newton, она была гораздо удобнее, чем клавиатурные карманные компьютеры, и поэтому, естественно, многие производители задумались над тем, чтобы использовать эту платформу для создания смартфона вокруг нее. В 1999 году вышло одно из таких устройств под названием Qualcomm PDQ800. Достаточно неплохой дизайн был у этого устройства, оно уже более-менее похоже на обычный смартфон. К сожалению, на Западе этот смартфон продавался очень плохо, найти его сегодня практически невозможно, к сожалению. Но в азиатских странах такой концепт прижился очень хорошо, потому что это позволяло тем, кто пользуется иероглифами, очень удобно их вводить. В том же году, а не, простите, через год, в 2000 году произошло достаточно знаменательное событие. В продажу поступил телефон Ericsson R380S. Работает это чудо под управлением когда-то популярной мобильной операционной системы Symbian, но самое интересное то, что это устройство стало первым девайсом, которое официально назвали смартфоном. То есть до этого все, о чем я вам рассказывал, называлось как угодно, но только не смартфоном. Персональный коммуникатор, я не знаю, персональный цифровой помощник и все в таком духе. Но смартфонами эти устройства стали называть только после того, как в продажу поступил Ericsson R380S. На этом, в принципе, первый этап, точнее второй этап в развитии смартфонов, когда люди пытались скрестить компьютер и телефон, можно считать законченным. В дальнейшем устройства начали развиваться более плавно, появились первые более-менее привычные глазу форм-факторы смартфонов, но и в это время компании выпускали какие-то очень странные, я бы даже сказал экспериментальные устройства, об этом я тоже хотел бы немножко рассказать. Итак, компания Ericsson в 2002 году пыталась использовать уже знакомый форм-фактор, сделать сенсорное устройство, работающее на Symbian с откидной крышечкой, это знаменитые модели P800 и P900, но, к сожалению, другие производители такой форм-фактор не использовали, и поэтому через некоторое время компания Ericsson, Sony Ericsson, тоже переключилась на выпуск обычных моноблоков. Более успешными были продукты компании Nokia. В том же 2002 году они представили свои Symbian смартфоны 3650 и 7650. Основной упор здесь делается на мультимедиа составляющие, это первые устройства, которые оснащены цифровой камерой с возможностью записи видео. И в будущем, на несколько лет вперед, такой формат смартфонов, когда устройство выглядит как обычный телефон, но может чуточку больше, был достаточно широко распространен. Другой подход показала компания Siemens. В том же 2002 году она представила устройство под названием Siemens SX45. По сути, это был карманный компьютер, работающий под управлением операционной системы Pocket PC, и к нему был просто добавлен модуль для сотовой связи. Поэтому, к сожалению, этим устройством как телефоном было пользоваться крайне неудобно, но вы, наверное, можете видеть, что разговорный динамик находится в нижней части устройства рядом с большой круглой кнопкой. Соответственно, без гарнитуры пользоваться таким устройством, как телефоном, просто невозможно. Это устройство стало родоначальником линейки умных телефонов, которые позже стали называть коммуникаторами. То есть смартфон — это больше телефон, чем компьютер, а коммуникатор — это все-таки больше компьютер, чем телефон. Итак, я обещал рассказать о некоторых странных устройствах. Вот несколько из них. В 2002 году компания Nokia собрала, скажем так, совещание, на котором очень активно обдумывалось, что же будет со смартфонами дальше, зачем люди используют смартфоны, какие основные функции в смартфонах людям нравятся, и как должны выглядеть смартфоны в будущем, чтобы уже, допустим, в 2004 году выпустить наиболее актуальные модели. В результате совещания выяснилось, что люди смартфоны используют в основном для игрушек, для просмотра какого-нибудь мультимедиа-контента, картинки, видео, допустим, снимки на встроенную цифровую камеру, а также смартфоны очень активно используются для серьезной работы. И поэтому в 2004 году компания Nokia, вместо того, чтобы объединить все это в одном телефоне, выпустила три разных — 7710 для мультимедиа-контента, Engage для игр и 9500 для серьезных людей. Естественно, продавались эти устройства достаточно плохо, больше всего повезло смартфону 9500, все-таки он выглядит достаточно презентабельно на фоне двух остальных. Меньше всего повезло телефону Nokia Engage, потому что это был, по сути, прототип, и я, если честно, не знаю, каким образом он вообще попал в продажу, потому что это достаточно сырое устройство, причем не только в плане софта, но и в плане аппаратного исполнения. Позже я вот на этой модельке покажу, что я имею в виду. Также компания Nokia очень активно экспериментировала с различными форм-факторами устройства. Например, в 2005 году был выпущен такой вот замечательный аппарат, который мог поворачиваться как угодно, и использовалась эта особенность в основном для того, чтобы держать устройство как портативную камеру одной рукой, справа на слайде видно, и снимать видео. Другие производители тоже очень любили выпускать устройства с необычными форм-факторами, например, такой вот замечательный девайс QTEC 9000. Верхняя половинка поворотная, экран сенсорный, шикарная клавиатура, и само по себе устройство достаточно неплохое, но, к сожалению, оно слишком большое. Я очень люблю полноразмерные клавиатуры, это такая моя слабость, поэтому я нашел это устройство, тоже можете с ним познакомиться. Но, тем не менее, оно слишком большое, чтобы им можно было комфортно пользоваться. Тем не менее, в 2007 году основными форм-факторами оставались смартфоны, больше телефона, чем компьютеры, и коммуникаторы, больше компьютера, чем телефона. Но, тем не менее, смартфоны стали более функциональными, более мощными в плане железа, в то время как коммуникаторы стали чуть более дружелюбными к пользователю. Но, повторюсь, опять же, проблема была в том, что эти устройства все-таки оставались слишком сложными для технически неграмотных людей, поэтому люди чаще всего покупали обычную звонилку, если им не нужен был какой-то избыточный функционал. И, как я уже сказал, ситуация стала меняться только к 2007 году, когда было представлено устройство Apple iPhone самого первого поколения. Степ Джобс, конечно, в летом 2007 года провел просто шикарную презентацию этого устройства. И, естественно, основным плюсом iPhone по сравнению с конкурентами была его простота в использовании. Здесь есть только иконки приложений, вы можете запустить только приложение, ничего криминального с устройством сделать не можете. Если вы не знаете, что делать дальше, просто нажимаете на кнопку «Домой» и возвращаетесь снова на домашний экран. То есть сделать что-то не так тут просто невозможно. Этим устройством пользоваться проще, чем многими кнопочными телефонами. Абсолютно интуитивно понятный интерфейс. И поэтому с течением времени устройства подобного рода стали потихонечку смещать с рынка не только привычные смартфоны, но и обычные кнопочные звонилки. Потому что зачем покупать звонилку, когда можно купить iPhone, а он ведь круче. И переломный момент произошел на самом деле не в 2007 году, а чуть позже, когда производители вместо того, чтобы заниматься разработкой каких-то собственных продуктов и собственных концептов, стали выпускать убийц iPhone. И это на самом деле только ускорило появление смартфонов современного образца, такие, знаете, сенсорные лопатки с по-детски простым интерфейсом. И, конечно, иногда все-таки хочется подержать в руках устройство, пользоваться которым чуть сложнее, чем детской игрушкой. Ну что ж, наверное, на этом у меня все. Может быть, немножко сумбурно получился мой рассказ об истории смартфонов. Но если вас что-то интересует, можете задать мне вопрос. А вот его нету на слайдах. Может быть, вы слышали Nokia E90? Возможно. Я постараюсь объяснить, на что он похож. Это как 95-00, только круче. Пожалуйста. Что ждет дальше? Что нас ждет дальше? Ну, сегодня на самом деле, может быть, к сожалению, может быть, к счастью, но темпы роста вот этого рынка смартфонов начали несколько снижаться. То есть люди уже устали от того, что каждые полгода выходит устройство с диагональю экрана чуть больше. Каждые полгода видим мы одно и то же. Поэтому я надеюсь, что в ближайшие несколько лет произойдет какой-нибудь, снова произойдет какой-нибудь качественный скачок. Но, если честно, я не знаю, как это будет выглядеть. Может быть, на силу электроника все-таки совершит революцию. Может быть, этого не произойдет. Я, если честно, не берусь судить. Да, пожалуйста. Такой вопрос. С чего вообще появилось вот это увлечение старой техникой? Именно чтобы познать историю, так скажем, и ее развитие, или какие-то другие причины? Ну, не совсем. Просто на самом деле я, когда только начал собирать всякую древнюю технику, началось все с того, что мне современные устройства показались очень скучными. Я немножечко поискал в интернете, нашел несколько достаточно стареньких смартфонов и подумал, «Блин, неужели так круто можно было сделать еще тогда?» Мне стало это безумно интересно. Первым моим приобретением был как раз-таки Nokia E90, а потом я не смог остановиться. Понятно. Спасибо. Дорогие отходит с техникой, кстати? Да. Смотря какая, конечно. Иногда люди сами что-то предлагают. Есть несколько знакомых, которые знают о моих увлечениях, поэтому иногда что-нибудь предлагают бесплатно. Например, Apple Newton достался мне абсолютно бесплатно. Но иногда бывает так, что хочется что-то очень сильно купить, и для этого не жалко никаких денег, как произошло, например, с IBM Simon. Ну, я не буду, наверное, рассказывать, сколько я, наверное, потратил. Так что, да, обходится очень дорого. Примерно четверть, а то и треть всего бюджета уходит на это. Вот так. Пожалуйста, за этот придурок. Вы сказали, что некоторые из смартфон, когда в 96-й год, 95-й годы были, поддерживали мобильный интернет. Вот вообще про мобильный интернет что можно сказать, когда он появился и какой-нибудь водозвитель? О, наверное, это тема для отдельной лекции. В 2014 году мобильный интернет, потом на сайте студии, но так это помогает, чтобы вы не видели. Что тогда было? Тогда все было очень плохо. А что можно было бы с мобильного интернета посмотреть? Как это отражалось на этом экране? Ну, в двух словах, все было очень плохо. Например, смартфон IBM Simon, несмотря на то, что, по идее, он обладал возможностью подключения к интернету, на самом деле, если вы хотели отправить с этого устройства факс, то его проще было положить на док-станцию. У док-станции был телефонный кабель, вы подключали проводной телефонный кабель и спокойно отправляли факс. Если вам срочно нужно сделать это на улице, вы ищите ближайшую будку оператора Bell South, который продавал этот смартфон, заходите туда и говорите, мне нужно отправить факс. И факс отправляется. Это, кстати, даже не GSM. То есть в современных сетях это устройство работать не будет. Вот, например, мобильный интернет в данном случае. Телефон использовался как модем. То есть вы дозванивались на определенный телефонный номер, и телефон мог каким-то образом передавать данные. Естественно, в это время телефонная линия была занята, и поскольку мобильная сотовая связь, пропускная способность из проводной связи гораздо меньше, чем проводной, скорость тоже была гораздо ниже. Если я не ошибаюсь, то есть первый мобильный интернет работал на скорости 1200 бит в секунду. То есть это довольно медленно. С помощью такого интернета можно было запастись терпением и, допустим, отправить или получить факс, загрузить обновление с какого-нибудь почтового сервера, не сами сообщения, а, допустим, только заголовки, или, например, получить удаленный доступ, пользоваться этим телефоном как удаленным терминалом к какому-нибудь железному. То есть функциональность была не особо богатой. Позже появился формат CSD, это GSM Data Call, так называемый. Вот уже где-то вот здесь он использовался. Это уже скорость 9600 бит в секунду, 14400 бит в секунду. Ну а дальше появился WAP, это формат интернета для мобильных устройств, который сжимал заголовки, и поэтому, по сути, при просмотре той же страницы вы сильно экономили трафик. Затем появился GPRS, ну и дальше началось развитие стандартов сотовой связи и беспроводной передачи данных. Об этом, в принципе, можно сделать вообще отдельную лекцию. Могу рассказать про аналоговые форматы сотовой связи, как, например, здесь, про первые цифровые форматы сотовой связи, как у IBM Simon, про передачу данных. Ну, опять же, если это кому-то будет интересно. Пожалуйста. Сейчас начинает возвращаться, кроме того, что придумывают различные гибкие экраны и прочее, иногда я смотрю про технологию 3D снова с нами задавали. Кроме HTC EVA и LG Optimus, были ли какие-то еще устройства? Да, на самом деле, над 3D-экранами, над различными технологиями 3D без очков, так называемым, то есть, когда вы смотрите на экраны, кажется, что изображение имеет объем, начали работать достаточно давно. Первый пример, который я могу вспомнить, это в 2008 году компания Nokia выпустила концепт, он не продавался, просто такое устройство из разряда «А мы еще вот так умеем». Называлось оно Nokia N810. То есть, в продаже был обычный Nokia N810, это был не смартфон, это был так называемый интернет-планшет. Но также в 2009 году компания Nokia показала версию этого устройства со стереодисплеем. Ну, к сожалению, эта технология на самом деле не очень удобная. Постоянно нужно держать телефон под определенным углом, на определенном расстоянии, и у вас должно быть хорошее зрение. То есть, допустим, если один глаз видит хуже, то стереокартинку вы не увидите без очков. Поэтому сегодня эта технология распространена не очень. Зато классная технология — это 3D-очки. По-моему, это правильный путь, в котором 3D на мобильных устройствах как раз-таки и должно развиваться. И вы, кажется, хотели бы поразовать. Да-да-да. Спасибо за интересную лекцию. Получается, это такая именно история вообще про эволюцию технологий, про эволюцию устройств. И отчасти история именно про такое внедрение инноваций на рынок. Притом достаточно сложная, потому что, черт подери, зачем мне обычный телефон, когда я могу набрать на дисковом и радостно позвонить? Все понятно, все работает. Или вот у меня есть бумажная записная книжка, куда я могу их записать или какие-то сложные девайсы предлагать. Понятно, что сейчас для нас это стало уже вполне себе естественной реальностью, понятными сценариями, простыми доступными. Мне интересно, за счет чего они именно получали какое-то применение. То есть люди принимали эти инновации на основе каких-то трендов, глобальных или локальных. Это входило в нашу жизнь и сейчас вошло настолько, что у каждого в кармане есть достаточно удобный девайс. Ну вы практически очень хорошо уловили суть, потому что в начале 90-х и в конце 80-х действительно была такая проблема, что высокотехнологичное устройство на рынке появлялось, а оно было мало кому нужно. Я, к сожалению, не смогу так логично и здорово все это рассказать, потому что я от маркетинга немножко далекий человек. Но все-таки постараюсь рассказать на примере того же Apple Newton. Когда это устройство только появилось в продаже, компания Apple, во-первых, рекламировала это как лучшую альтернативу бумажному блокноту. У вас не просто бумажные костыли для мозга заменяются на одно цифровое устройство, но вы можете делать с этим устройством практически все. Такой, знаете ли, девайс мечты. Он понимает ваши каракули, рукописный ввод интерпретирует. Вместо того, чтобы открыть ежедневник и на 9 часов вечера записать там встреча там-то, там-то, с тем-то, тем-то, вы пишете здесь, прямо на экране, прямо от руки, напомни мне, встретиться там во столько-то с таким-то. Нажимаете волшебную кнопочку «Assist», она находится в правом нижнем углу в виде лампочки. И устройство само это все понимает, само все делает. И это работало, ну, как сегодня работает ОК Google. То есть прототип такого интеллектуального помощника появился тогда. И, естественно, люди слегка были удивлены таким объемом инноваций. Ну, и к тому же, устройство действительно было достаточно новым. До этого никто подобными вещами не занимался. И поэтому устройство начало потихонечку продвигаться на рынке. Продавалось оно плохо. Оно плохо работало, его плохо рекламировали, не совсем удачно, насколько я понял. Поэтому в течение лет пяти компания Apple постоянно дорабатывала свой MessagePad, но он так и не стал приносить прибыль. И в 98-м году этот проект был закрыт. Но, тем не менее, потихонечку люди привыкали к технологиям. Тут же, кстати, подтянулись и конкуренты. И поэтому постепенно вокруг людей выстроился такой небольшой цифровой мир. К тому же всегда находилась категория людей, которым было интересно попробовать все новое, попробовать на себе самые последние новинки. Посмотреть, насколько удобно пользоваться, допустим, цифровым блокнотом вместо бумажного. Ну, как выяснилось, как потом выяснилось, как писали в различных журналах, по цене, за которую можно купить 600 бумажных блокнотов, покупать один цифровой все-таки не стоит. Но, тем не менее, потихонечку эти технологии стали неотъемлемой частью нашей жизни. Да. Еще раз. Вы говорили про убийцу смартфона. Что такое? Я плохо слышу. Название конкурентов Apple. То есть не запускают, а тут убийца смартфона. Убийца айфона, да. Было такое понятие в 2008 году. Очень агрессивная маркетинговая политика была, например, у компании Motorola, когда они свое устройство называли убийцами айфона. Или, например, компания Nokia в 2008 году выпустила Nokia 5800 устройство, и его тоже очень активно называли убийцей смартфона. Логика была такая. Производители этих устройств говорили, что у нас все характеристики лучше, чем у айфона. Камера лучше, экран лучше, там, допустим, клавиатура есть, а у айфона нету. Это лучше, это лучше, это лучше, это лучше. И пользователи покупали эти устройства, в то время как айфон по-прежнему оставался таким, наверное, самым удобным и самым хорошо продуманным продуктом. И конкуренты смогли догнать компанию Apple вот в этой вот продуманности, вот в этой любви к деталям только, наверное, году к 2009, может быть, даже еще и позже. Поэтому убийцы айфона, несмотря на то, что они неплохо продавались, как же, у тебя айфон, а у меня лучше, они, к сожалению, оставались еще очень далекими от совершенства. Никто не убивал. Какой у тебя телефон свой? Сейчас? Мне очень стыдно, я раскритиковал современные устройства, в то время как я пользуюсь современным устройством, это LG Nexus 5. Ну, до этого я пользовался Nokia E90, потом она мне надоела, точнее, она стала очень плохо работать, я стал пользоваться уже чем-то другим, я плохо помню потом. Я в одно время понял, что мне вообще не важно, чем пользоваться, я пользовался черно-белой Nokia до последнего момента, и затем, поскольку требовалось все-таки тестировать софт на Android-устройствах, я купил себе Android-устройство и стал использовать его как основной телефон. Не знаю, прошел уже почти год, как я им пользуюсь, поэтому не знаю, смогу ли я сегодня отказаться от этого и снова пользоваться черно-белой Nokia, потому что это действительно затягивает. Как вы были запланированы устаревания? Регулярно. Ну, да, пару слов о том... Пару слов о том, что такое запланированное устаревание, когда в устройство заложен изначально ограниченный срок жизни, то есть когда выходит абсолютно новое устройство, оно активно рекламируется, все его покупают, но производителю уже известно, что проживет эта модель на рынке полгода, может быть год. Так происходит, например, ладно, я не буду приводить примеры лучше, но так действительно происходит со многими устройствами, когда выпускается новая модель и прекращается поддержка старой модели, некоторое время ей можно пользоваться, но с каждым днем это делать все сложнее и сложнее. Аппаратная начинка растет слишком быстро, поэтому программисты особо не заморачиваются над тем, чтобы оптимизировать свой код, они сразу пишут его под само производительное устройство, поэтому код начинает плохо работать на старых телефонах, хотя если потратить чуть больше времени, можно оптимизировать и под старое железо, но это никому не интересно. Поэтому, в принципе, особенно хорошо это было видно где-то в 2011-2012 году, искусственное устаревание было очень ярко выгрожено. Сегодня, то ли я перестал на это так сильно обращать внимание, то ли сроки поддержки у, в основном, Android-смартфонов тоже возросли, но мне кажется, сегодня это уже не так актуально. Ну и, естественно, сами люди сегодня уже со все большим и большим скепсисом смотрят на самые современные смартфоны и не понимают, зачем так много. Зачем мне экран в 6 дюймов? Зачем в нем разрешение больше, чем у меня на телевизоре? Зачем у него ядер в процессоре больше, чем если собрать всю мою технику по квартире? То есть эволюция в последнее время стала уже достаточно избыточной, и поэтому, как бы производители не старались искусственно состарить предыдущие устройства, они все-таки сегодня живут дольше, чем это происходило, допустим, в 2011-2012 годах. С китайцами эта история актуальна. То есть, допустим, по ланшетку в 2013 году... С кем? С китайцами. А, да. Это компания, которая хорошо на рынке, с ноль на рынке, на рынке, палится. По ланшетку в 2013 году состоялось в 2014 году, то есть я не знаю, в чем дело, сервисы и углы просто не совмещаются, постоянно входит в ошибки предложений, им пользоваться нельзя. Хотя вроде начинка не поменялась, то же самое. Ну, китайцы вообще телефонные устройства крепают очень быстро, поэтому у них очень ограниченный срок поддержки, и, скорее всего, вы сможете скачать парочку официальных прошивок, которые закрывают, ну, после выпуска устройства, которые закрывают основные уязвимости, какие-то недоработки, а затем только любительские сборки, если кому-то вообще будет интересно этим заниматься. То есть, да, действительно, техника сегодня устаревает достаточно быстро, в основном это касается Android-смартфонов, потому что их больше, они выходят чаще. Вот. В iOS, в устройствах на iOS я такого не заметил. То есть, девайс, купленный в 2011 году, сегодня тяжело, но все еще едет.